ПОДПИШИСЬ! С юмором к этой ситуации подходить не стоит, потому что ситуация тяжелая, играть практически неким, армейскому коллективу, но несмотря на это, естественно, болельщики красно-белых в первую очередь вот к этому мажут. Мажут тут же, хотел убежать на смену из-за этого Голливуд. ПОДПИШИСЬ! Мы видим еще раз отличный удар Павла Баженова, записываем в блокноты, потому что этот гол вполне может попасть в пятерку лучше, завоевать главных с Россией. Еще один, еще один гол Павла Баженова, дубль галкипера московского «Спартака», уроженцы этих краев, Санкт-Петербургский, их 22 номер Павел Баженова. В динамике показалось, что если только там один волос затронулся до мяча, да нет, конечно, все ли по всему касания не было. Миссурев, Миссурев вываливается один на... Момент, буквально пару минут назад, Владимир Раскин, хороший эпизод и 4-0. 4-0. «Спартак» не собирается предоставлять никаких поблажек армейцам. Сжимают они чуть-чуть из этих моментов, а я здесь отмечаю еще и результативную передачу Павла Баженова. Таким образом, получается, что в этой встрече у галкипера спорта... Свериться и сразу проверить несколько источников. Потому что один указывал лишь на две желтые карточки у Калошина, а другой... Три, а Михаил Семенов лучший бомбардир красно-синий забивает свой седьмой мяч в этом сезоне. Ахмад Задев, дальний угол, обводящий удар. Хороший гол. А вот это техничный ранец. Ахмад Задев в составе московского «Спартака». Одиннадцатый номер. Пять. И увидели мы повтор самонаводящегося выстрела Ахмад Задев. Ну, давай скажем о том, что... Наверное, будут те, кто двухтысячного примерно, а здесь второй гол ЦСКА. Здорово, здорово на добивании сыграл Антон Шерстнев. Двадцатый номер. Армейцы Антона Шерстнева. Я даже готов ошибиться перед собой. Мяч варьировал. Паженов. Сложный удар для вратаря, да. Перед ним прямо мяч опускался. И, естественно, тяжело его было отбить. И, естественно, тяжело его было отбить. Отбил уже как получилось. А здесь Сергей Степляня подкараулил ошибку Перника. И 6-2 тут же счет становится. Очень быстро «Спартак» отвечает еще одним забитым мячом. Но это небольшой футбол. Здесь, в общем, из ЦСКА в «Спартак», из «Спартака» в ЦСКА. Несколько проще переходить. Таких футболистов на диске должен исполнять как раз угловые подачи на дальнюю штангу и Андрей Новиков. 7-2. И подача классная. И Андрей Новиков, который абсолютно в одиночестве там находился. И обычно «Спартак». Отличная передача Степляни. Забыли там Новикова. На дальнем углу штрафной. Новиков легко мяч перевел в ворота. А теперь перекладины и добивание «Раскин». Ровно за 7 секунд до завершения второго периода. 8-2. А один из наших пользователей поставил плюс 7. Ему нужно, чтобы армии не проиграли более чем 7 мячей. Плюс 7 на ЦСКА. Да, Виталий. Да, конечно. Плюс 7. Сапархоминку очень важно отойти как можно быстрее. Помин вышел из ворот как высоко. Андрей Новиков по пустым ворот. Габон. Габон. Хота. Не будет взятия ворот. Но нужно было выносить. Выносить мяч на центр. Занесли, внесли, затолкали. Спартак отцы. Запихнули мяч в ворота армейского коллектива. Вот еще раз на повторе. Это он ярко проголюб. Медведев. Медведев задумался. Медведев, да. Наступил такое впечатление на мяч. Не очень удачно. Вот здесь сейчас будет видно. При торможении наступает на мяч. И дальше уже возглавляет. Уходит от двоих. Уходит от Пархоменко. Удар на угол уже очень и очень острый. Продолжение следует.